Насколько велика территория нашего немаленького Ямала? Какие деревья и кустарники здесь растут? Какие животные обитают? Чем славится история округа Юбиляра? Ответы, которые на эти вопросы сегодня давали маленькие эрудиты детского сада сказка, удивили и порадовали взрослых. Ведь оказалось, что дошколята хорошо знакомы с историей и культурой родного края. А выяснить это помогла праздничная викторина, приуроченная к 85-летию Ямала. Репортаж Ирины Волокитиной. Популярную песню, давно ставшую неофициальным гимном Ямала, дошколята пели с воодушевлением. Ведь совсем скоро их малая родина будет праздновать день рождения. Затем, под аплодисменты родителей, ребята разбились на две команды и приступили к первому заданию викторины, который посвятили грядущему юбилею округа. За полярная природа, быт и культура коренных жителей – вот темы вопросов. Послушайте, пожалуйста, вопрос. Лиственница – это дерево хвойное или лиственное? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что будет отвечать? В Виктория? Совершенно верно. Задания педагогов затруднений у детей не вызывали. В детском садике «Сказка» занятия по краеведению проводятся регулярно. Айсанна Касенова вместе с родителями и маленькой сестренкой недавно приехала из Казахстана, но уже успела узнать много интересного о Северном крае. Отвечать на вопросы девочке было легко. Легко было участвовать. Мне легко. А какие вопросы были? Ну там были какие реки, самые большие города, какие самые большие. Потом какие ягоды, какие грибы на Севере растут. Мы переживали, конечно, за дочку. Готовились, волновались. И вообще все здорово прошло, интересно. За правильные ответы командам выдавались фишки в виде белого медведя. Впрочем, вскоре в гости к ребятам пожаловал и сам символ края. Узнали меня? Да. А кто я? Я беру на комнату. Молодцы, правильно узнали. Дети веселились вместе с белым медведем, разминались под музыку, пели песни. А потом с нетерпением дожидались решения жюри. Нам другая команда помогала, а мы ей помогали. Победила ничья. И когда нам давали угощения, это все было несложно. Там все про Север вот. Победила дружба? Да, победила дружба. Чудные, маленькие, озерные. Столько знают уже. Для детей очень полезно много информации, для зрителей. Даже, мне кажется, не каждый взрослый знает столько о Ямале. Все было очень весело, здорово. Ребята молодцы. Ямал может гордиться нашими ребятами. Все завершилось на колоритные нотки, которые привнесли в песни и танцы коренных северян. Их ребята старательно разучили к этому дню. Ирина Волокитина, Григорий Волков. Программа «Время местное». Программа «Время местное».